МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Василий и Екатерина. Да, сегодня поговорим про ипотечный банковский бизнес, как он себя чувствует, как развивается, как работают банки, которые специализируются на этом направлении, как они помимо ипотеки пытаются повысить свою маржинальность, рентабельность, предоставить своим клиентам новые услуги. Ну и насколько вообще успешный ипотечный бизнес в России сейчас? Времена-то у нас непростые. Да, да. Начнем с того, что несколько слов про сам банк. Расскажите буквально вот чуть-чуть. Банк был изначально коптивным. То есть, принадлежащий какой-то промышленной группе товарищей. Нынешняя группа товарищей купила его в 2007 году. Или в 2006, я уже не помню. Ну, не важно. И в 2007 году мы как приоритетное направление развития банка определили ипотечный сегмент. Значит, с чем это было связано? С тем, что на тот момент он был достаточно низкоконкурентным в России. То есть, ипотека была, она выдавалась, ее объемы росли, но все равно это было абсолютно несравнимо с тем, что происходило дальше по развитию. Поэтому мы, естественно, зашли в самый сложный вид банковского кредитования технологически. Но самый низкоконкурентный. Вот и все. На сегодняшний день какое количество примерно клиентов у вас? Тысячи, десятки тысяч? Десятки тысяч клиентов. Потому что мы начали работать в 2007 году. Начали работать, естественно, форматируя ипотечные кредиты по госстандартам. То есть, по стандартам АИЖК. Есть такая у нас госкорпорация, отвечающая за развитие и шаблонизацию ипотечного рынка в России на федеральном уровне. Потом мы начали расширять продуктовый ряд. У нас появились свои продукты, в том числе ипотечные. Когда более-менее научились работать с заемщиками, с предметами ипотеки, то бишь жильем, домами, квартирами и так далее. А в чем техническая сложность от ипотечного направления в банках? Рассчитать риски? Нет. Риски рассчитываются в каждом кредитном продукте. По неким заранее известным методикам. И сложности никакой нет. Кстати, ипотека в этом плане самый надежный продукт. Залог, тем более жилье. То есть, недвижимое имущество. Проблема в другом. Наше законодательное поле на данный момент слишком сложное. То есть, оно, естественно, оптимизируется. То есть, сам процесс. Потому что одновременно создаются и развиваются несколько вещей. Ипотечный кредит как таковой. Стандартная секретаризация. То есть, оборот закладных, выпуск под них ценных бумаг и так далее и тому подобное. Иными словами, мы идем к некой модели, которая на данный момент существует в западных странах. Но законотворчество у нас не оптимальное. Сейчас вот про секретизацию. То есть, смотрите, когда вы выдали ипотечный кредит, вы теперь под этот... Ну, как бы это является вашим активом. Теперь под этот актив вы можете выпустить некую бумагу второго уровня. Абсолютно верно. И продать ее на рынке. Слушайте, а вот не из-за этого ли произошел в 2008 году мировой кризис? Из-за этого. Да. Ну, понимаете, в 2008 году кризис произошел. Почему? Потому что были нарушены базовые правила игры на этих рынках. То есть, разного рода менеджеры из разного рода мест, выпускающих, продающих в том числе бумаги, они в погоне за бонусами где-то искажали, где-то не делали определенные канонические параметры по риск-менеджменту. То есть, выдавали кредиты тем, кому не надо? Да. Начиналось все с того, естественно, что выдавались кредиты с очень мягкими условиями. Потом под эти кредиты выпускали бумаги второго уровня? Потом выпускались бумаги. Им почему-то присваивались высокие рейтинги. Хотя, честно говоря, я не понимаю, например. Возьмем один из продуктов не очень хороших, который в течение первых лет жизни не доказывает ничего по поводу заемщика. Мировая практика и российская, соответственно, тоже раскладывает возврат ипотечного кредита на аннуитеты. То есть, равные платежи каждый месяц. В тело аннуитета априори входят проценты и определенная часть тела кредита. Соответственно, продукты, например, без первоначального взноса уже не защищают залога держателя. У него нет подушки по деньгам, которыми рискует клиент, который взял кредит. Второе. Продукты, по которым, предположим, в течение нескольких лет выплачивают столько процентные платежи, уже облегчают жизнь заемщику. Почему? Потому что это меньше получается, чем аннуитет. И так далее. То есть, предположим, возьмем продукт без первоначального взноса. А такие есть продукты на рынке? Были. Были? Были до 2008 года. И на нашем тоже на российском рынке такие были продукты. Вот насчет только процентов первые пять лет не помню. А вот с нулевым взносом было и немало. Очень немало. Ну, вот на общем фоне у нас же не самая лояльная ставка на ипотеку. У нас абсолютно лояльная ставка. Я имею в виду в мире. Нет, лояльная. Не согласился. Ну ладно. А сколько сейчас? Какие проценты? А, 12 с хвостиком. В рублях 12 с хвостиком. Да. А валют меня не интересует. Мы же в рублевой стране живем. Понятно. И сколько вот клиентов у вас из 10 тысяч, да? Сейчас, сейчас, подожди секунду. А вот вы сказали, что 12 с хвостиком – это лояльная ставка. Лояльная, конечно. Почему? А потому что реальная эффективная ставка. Ну, давайте возьмем идеальную модель макроэкономики, да? То есть есть понятие инфляция. Зарплата в стране как минимум растет на инфляцию, так? Ну, как минимум. В идеальном модель. В общем, мы, да. В идеальном модель. В идеальном модель, как минимум. Ну, понимаете, да? Вот вы сказали, что 12 с хвостиком – это лояльный процент в рублях. Я догадываюсь, но вот поясните, почему вы считаете его лояльным? А эффективная ставка кредита в идеальном обществе соответствует разнице между ставкой собственной и уровнем инфляции в обществе. Почему? Потому что ставка фиксирована на весь период. На эти 10, 20, 30 лет. Ну, предположим, те же 12 с половиной годовых. Так? А инфляция не равна нулю. Да. Ну, говорят, что вроде там 7 процентов или сколько. Ну, реально там, ладно, 10. То есть, в реальности, вот я с вами соглашусь, Василий, в реальности она, скорее всего, около 10. То есть, Госкомстат у нас, как всегда, немножко ошибается, но он всегда ошибается. Таким образом, мы имеем эффективную ставку, давай оперировать этим термином, 12 с половиной минус 10, 2 с половиной годовых. Простая арифметика показывает, что эффективная ставка ипотеки в нашей стране абсолютно соответствует американской ставке и европейской. Просто потому, что там инфляция значительно ниже. Все. Согласна? Ну, весьма, скажем так, понятно, логика понятна, но надо считать. Я соглашусь. Надо считать. У меня вопрос такой, что вот много достаточно заемщиков, 10 тысяч, вы сказали, с лишним. Десятки тысяч. Десятки тысяч. И сколько из них отдают кредиты, справляются с этим бременем таким тяжелым по выплате? А сколько все-таки не могут? Сейчас я еще добавлю. Смотрите, когда мы говорим, что есть инфляция и все такое, то есть подразумевая, что в идеальной модели человек, который работает где-то на предприятии или занимается бизнесом, он получает, вот его зарплата догоняет эту инфляцию в идеальной модели. Тогда да. А если нет, тогда вопрос Катин, конечно, актуален. Да, потому что, ну это, наверное, здорово работать в вашем банке, если у вас эти цифры совпадают, и вы на инфляцию поднимаете зарплаты своим сотрудникам. Но это, наверное, далеко не везде происходит, поэтому, собственно, наверное, люди все-таки, ну, бывает, что проваливаются в некую яму. Что происходит сейчас с обслуживанием ипотеки? Процент просрочки. Ипотека имеет самый низкий процент просрочки среди всех видов кредитов. Потому что в залоге жилье и люди... Потому что это жилье, в котором подавляющее большинство заемщиков все-таки живут. То есть, есть понятие у нас спекуляции на жилье, вы знаете прекрасно. То есть, вопрос такой, если уж ты втянулся, то хочешь, не хочешь, а будешь... Да, поэтому просрочка по ипотеке самая низкая, по всем видам кредитов, если посмотреть. Если мне память не изменяет, то за прошлый, текущий год, ну, в процентах она калимится, процент полтора-два, не больше. Я в связи с этим вспомнил какой-то знаменитый американский тренер спортивный, то ли футбольный, то ли хоккейный, то ли баскетбольный. Идеальный игрок, это который женатый, с кучей детей и кучей долгов. Логично. Потому что мотивация для работы самая высокая. Ему надо работать, зарабатывать, рассчитываться с деньгами, обеспечивать детей, семью и так далее. А профиль вашего заемщика, это кто на сегодня, который может тянуть в потеку? Вы работаете с Москвой, с регионами? Нет, у нас 22 региона присутствия, в том числе Москва и область. Самое смешное, что подавляющее большинство наших заемщиков, это не Москва и не область. Ну, потому что цены в Москве на недвижимость уже просто запредельные. И, в общем, обычный человек, ну, уже ни при каких инфляциях не может на такую квартиру заработать. А в регионах все-таки щадящий. Вот у нас был, кстати, один мой знакомый. В регионах экономика более сбалансирована, получается, по отношению к доходам клиентов. Он говорит, что в какой-нибудь совсем маленьком, крохотном городишке можно купить квартиру и за 200 тысяч рублей. Вопрос только в том, что ты там делать будешь. Но вообще, да, есть. Если ты там живешь и работаешь, то да. Абсолютно верно. И, кстати, вот то, что в России у нас ипотека не переоценена, и что эффективная ставка близка к западной, доказывает еще один показатель. Средний срок погашения ипотечного кредита сейчас, обратите внимание, изначально длинного и дорогого, ну, дорогого относительно, я имею в виду, уровень переплаты за 25 лет, 7,5 лет в России. О чем это говорит? О том, что все-таки зарплаты растут вслед за инфляцией, догоняют, нет, перегоняют и так далее, это не суть. Важно то, что человек, взявший кредит на 20-25 лет, на 30, гасит его за 7,5 лет. Это очень позитивно. Это хорошая новость. Да, хорошая цифра, да. Смотрите, тогда вопрос вот какой. Значит, вы выдаёте деньги на длинный срок. Ну, там кто-то погасил за 7,5, кто-то за 5, он молодец, но вообще там это 20 дней. Да, это длинная история. А вы-то сами изначально эти деньги где берете? Если вы берете их на межбанки или где-то еще там. Нет, 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 что вы? Вы же, все банкиры жалуются, что длинных денег нет. Абсолютно правильно. Значит, вы должны деньги брать короткие. Реально их нет. То есть, если вы взяли деньги, например, ну, я сейчас гипотетическую ситуацию. Например, вы взяли деньги на депозит. Но депозиты же короткие, и деньги меняют свою цену в связи с инфляцией. А тогда как вы... Не с инфляцией, Василий. В связи со спросом и предложением. Ну, наверное, наверное. Кручее говоря, как вы управляете вот этой разницей? В том, что берете вы деньги короткие, а людям-то вы даете длинные. Очень просто. Я держу на балансе минимум ипотечных кредитов, потому что не имею права их там держать. По той причине, которую вы только что упомянули. Я их рефинансирую. В частности, бизнес-модель нашего банка подразумевает продажу их в то самое место к ипотечному жилкредитованию. Чья роль заключается в институциональном привлечении длинных ресурсов с рынка. Например, выпуску ипотечных ценных бумаг и так далее и тому подобное. Это вторая ступень ипотечной работы в России. Я продаю ипотечные кредиты. А второй частью занимаются специально обученные институты, в том числе государственные. Сколько лет вашему банку? Вы говорили 2006-2007 год? В 2006-2007 год мы начали заниматься ипотекой. И куда дальше направляетесь в вашем бизнесе? Что будете развивать? Сейчас, Екатерина, тогда по-другому. Смотрите, с этим более-менее разобрались. И вот вы еще нам перед началом программы сказали, что теперь вот с этими десятками тысяч клиентов еще делаете какую-то работу, предлагаете им дополнительные услуги, какие-то новые услуги, новые сервисы, чтобы повысить их маржинальности. Если у тебя десятки тысяч клиентов, хорошо бы еще что-то им предложить. Тем более они с тобой долго, на годы, на десятилетия. Но поговорим об этом во второй части нашей программы. Как заработать теперь еще больше и предложить больше сервисов. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Бизнес и банки». В студии ведущие Василий Богданов и Екатерина Волкова. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. А в гостях у нас сегодня Игорь Ситников, президент банка ИТБ. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. В первой части поговорили про ипотеку. И, в общем, выяснили действительно. Я и всегда догадывался. Но вот сейчас получили подтверждение, что, в общем, если не брать в расчет безумную стоимость недвижимости в городе Москве, то, в общем и целом, действительно, люди кредитуются, берут ипотечные кредиты. Рынок этот отнюдь не мертвый. Да, и более того, он развивается. Да, Игорь нам сказал, наступательно прибавляет 20-25%. Это очень маленькое количество рынков может похвастаться такими темпами роста. Нет, ну почему? Потреб кредитования, например, перегретая, как вы знаете, сейчас регулятор в этом году принимает буквально драконовские меры, чтобы его остудить, оно развивалось быстрее. Но это был классический пузырь. Собой быстро отреагировал. Мы до перерыва хотели поговорить о том, что за 5 лет вы достигли достаточно больших успехов на рынке ипотечного кредитования, а дальше что делаете? Куда идете? Теперь у вас пул, ну помимо того, что вы развиваете классический свой бизнес, у вас пул клиентов, десятки тысяч клиентов. Что вы хотите с ними такого сделать, чтобы повысить и их удовлетворенность, и свою доходность? В процессе, естественно, развития ипотеки. Потому что один из секретов высокой эффективности процесса – это его полная автоматизация внутри банка. Полная. Очень много документов, очень много разнообразных вещей, которые надо проверить. То есть четкое разделение на блоки, функции и так далее. Поэтому, начав развивать это направление в 2007-м, в 2010-м, мы, в общем-то, с ипотечными продуктами и сквозной автоматизацией от появления физлица в офисе до рефинансирования кредитов тоже АИЖК… Разобрались. Мы разобрались. Людей в процессе нет. Нет, люди в процессе есть. В нужные моменты нужно нажимать кнопки определенные. Не в идеале, конечно, как хотят любые пользователи. Одна кнопка на весь экран, один раз нажали – все произошло. А так как в процессе реализации этой задачи по IT была сделана мощнейшая платформа, правильная, стабильно работающая… Мы подумали, почему бы не навесить на нее… Мы подумали, на платформу надо что-то еще навешивать. То есть, одно потянуло за собой другое. И стали появляться разнообразные расчетные сервисы у нас потихоньку, которые, естественно, живут на той же платформе, обслуживаются той же командой. То есть, по их реализации они стоят минимум, учитывая платформу, которая была создана для ипотечного бизнеса. А рассчитывают что эти расчетные сервисы, помимо ипотеки, которую вы предлагаете? Они не рассчитывают, а они рассчитываются. Карты те и иные, терминалы, банкоматы, платежи такие, платежи сякие. И венцом всего этого у нас стали кредитные карты, которые мы из той же логики исходя считаем, по-моему, математической моделью. Наверняка вы слышали такое слово «скоринг». Это оценивается не конкретный заемщик с его теми или иными рисками, как, предположим, при андорайтинге ипотечном, а некая модель его поведения в будущем. На основании его статических данных, его кредитной истории и так далее. Поэтому решение можно принимать. Вот у нас решение по кредитным картам принимается в течение 2-3 минут. Все. Да-да и да-нет. Если да, то сколько? Понятно. А вы анализируете только внутреннюю информацию по клиентам либо собираете внешнюю посредством соцсетей и так далее? Нет-нет-нет. Только внутреннюю. До соцсетей пока не дошли. Нет, внешнюю мы анализируем кредитную историю, если она есть. То есть это, видимо, следующий этап? Это следующий этап, Василий, абсолютно верно. Смотрите, что получается. Один из способов развития бизнеса… Ну, как правило, люди говорят, что вот мы смотрим, на рынке есть какая-то потребность, и мы вот сейчас что-то такое сделаем, чтобы эту потребность удовлетворим. Другой способ развития бизнеса… Вот у тебя есть технология, которая при минимальных дополнительных… Ну, то есть один раз ты уже инвестировал в нее большие деньги. Абсолютно верно. При дополнительных минимальных инвестициях ты можешь к ней привесить какие-то функции, и теперь тебе нужно предложить уже их имеющимся клиентам. Вопрос. А как вы сообщаете своим клиентам о том, что у вас появились там новые функции? То есть они, по идее, человек один раз в месяц, да, ну, в идеальной модели, вам переводят откуда-то очередную порцию денежек, да? Да, смотрите, наш клиент, здесь мы опять возвращаемся к профилю клиента, о котором вы спрашивали, это в основном люди из регионов. Для них, в отличие, предположим, от продвинутых в плане дистанционных сервисов Москвы, Питера и так далее, немаловажным элементом является простое человеческое общение с банком, где они взяли ту же ипотеку. Вот самое интересное, что, несмотря на наличие прекрасных дистанционных сервисов, интернет, опять же, там те же терминалы и так далее, то есть совсем не обязательно для того, чтобы заплатить тот же самый инвентит, идти в банк. 90% наших клиентов приходят в наш дупофис. А у вас, соответственно, филиалы, да, в городах? Да, отделение филиала, ну, в зависимости. Ну, неважно, да, то есть места. Да, 22 города и, по-моему, около 40 или 42 офисов продаж, которые практически все компетентны в ипотеке. Не только в более легких, простых продуктах. И везде там за три минуты принимается решение по кредитной истории. Решение за три минуты вообще принимается в головном офисе. В Москве дистанционно. Понятно, понятно. Сейчас, секунду, вот давайте поймем. Вот смотрите, человек пришел в офис по-любому. Пошел, положил денежку на счет, с операционистом поздоровался, пообщался. У нас достаточно много городов, не миллионник. Ну, так, да. Вот. Заодно операционист, так как, понятно, операционист хочет заработать дополнительный бонус к своей зарплате, безусловно. Вот. Ему что-либо готов предложить еще дополнительный. Вот таким образом возникает первая продажа. Потом. Люди часто звонят в колл-центр. Уточняют те или иные нюансы по своей ипотеке. То есть, мы не занимаемся целевыми продажами дополнительного продуктового ряда. Ну, подождите, подождите. То, что вы сейчас назвали, по-моему, это и есть целевые продажи. Потому что тогда вы создаете... Во-первых, сейчас, сейчас. Вот как я услышал, вы обучаете операциониста новому продукту раз. Вы ставите операционисту новую систему мотивации. То есть, бонусы, премии там за продажу этих продуктов. В том числе, не ипотеки. Да, не ипотеки. Ну, а, конечно, это и есть как бы продвижение. Целевая продажа, я имею в виду, мы не используем активный маркетинг. Вы не маркетируете их, так понятно. Понимаете, да. То есть, у нас идет как базис продажа на ипотечную нашу базу и сарафанное радио от ипотечной базы. Так как банк отличается высоким уровнем сервиса, у нас, если брать сегментирование клиентов, которые мы выдаем ипотеку, у нас половина кредитов выдается, есть такая галочка, рекомендация знакомых. Все остальное это риэлторы, реклама и так далее, там подобное. Понимаете, да? Людям приятно приходить в банк и общаться с банком. Смотрите, не чувствуете ли вы такой конфликтной ситуации? То есть, человек уже является вашим должником. Платить по кредиту, наверное, не самая приятная ситуация каждый месяц, которая происходит. Все-таки ты отдаешь деньги, раз изъял из семейного бюджета, и тут тебе говорят, еще там кредитная карта. Зачем? Просто карту для начала. Очень удобно, карта бесплатна. Подключение к интернет-банку бесплатно. Ну, то есть, дебетовую. Да, хотя бы дебетовую. Тогда должен открыть маленький счетчик у вас там получать. А он уже открыт, он же ипотеку взял. Ну, положить на него что-то, чтобы лежало, да? Положит, потом, если захочет. Мы просто дарим карту. Да не все клиенты ими пользуются. Да, хотел спросить, по вашей оценке, и как они начинают ими пользоваться? Для дебетовых карт у нас неплохой процент. Где-то 20% клиентов начинают ими пользоваться. Пользоваться прям как безналичным платежом? Абсолютно верно. Карта – это же по-любому средство дистанционного обслуживания. Кусок пластика – это просто доступ к тому самому счету в нашем открытом банке. Такой же, как интернет-банкинг, только выглядит. А вы заводите им личные кабинеты каждому клиенту? А зачем? Они у нас есть в интернет-банкинге. Когда человек берет ипотеку, то есть у него автоматически появляется личный кабинет. Он становится клиентом банка. Да, он становится клиентом банка. И вы тогда еще и пытаетесь... Мы ему говорим, родной, ты же не всегда можешь попасть в офис в нужное время, в нужный час. Офис может не работать, тебе может оказаться неудобным. Попробуй, зайди в личный кабинет, посмотри, там и аннуитет твой написан, и общая сумма задолженности. И там ты можешь заплатить за телефон, за ЖКХ и так далее. И все это бесплатно, понимаете? Бесплатно, ключевое слово. Мы не берем за это дополнительные деньги. Ну, понятно же. Понятно, понятно. А вот потом, если, предположим, человек закончит Василий, мы можем предложить и кредитный лимит. К этой карте. Вот она была дебетовая. Еще дополнительный. Да, вот она была дебетовая, и вот мы дали ему возможность пользоваться деньгами банка. Ну, это может быть удобно как-то в качестве просто, не знаю, дополнительного какого-то кошелька на случай, если. Конечно, на всякий случай. Понятно, понятно. На случай, если. Смотрите, еще такой вопрос. Вот многие, ну не многие, практически все розичные банки, они осознанно проводят политику техническую, маркетинговую для того, чтобы клиента отправить все-таки в самообслуживание. Вот в то самое дистанционное банковское обслуживание, чтобы он в банк не приходил. Потому что содержание банковского офиса – дело дорогостоящее. Вот вы планируете каким-то образом вот тех людей, которые начали пользоваться интернет-банком для того, чтобы оплатить коммуналку, которые начали пользоваться карточкой, вы их как-то стимулируете? Или сам факт того, что они начинают пользоваться и есть вот их выталкивание, ну в хорошем смысле. А это уже все, Василий. То есть он больше не придет. Клиент на самом деле очень четко существует водораздел между клиентами, которые готовы пользоваться где-то внутри себя психологически и которые не готовы. Вот классические экономические смыслы. Не надо сюда ходить, здесь все дорого. Операция стоит денег, сдать в кассу стоит денег, потому что это реально самые дорогие операции по себестоимости для банка. Вот кассовое обслуживание живым человеком – это самая дорогая операция. И банк, по идее, хочет это все на самообслуживание отдать. Да, потому что это дешевле. А для клиента часто мы делаем это вообще бесплатно для того, чтобы лишний раз мотивировать. Но пойдет он туда или нет, зависит от него. Кто-то идет, кто-то не идет. По вашей оценке, это же называется комиссионные доходы, которые вы при этом получаете? Да, абсолютно верно. По вашей оценке, вот сейчас они какую долю занимают в вашем бизнесе? У нас ровно 50 на 50 занимают. О, это уже приличная доля. Это не уже прилично, Василий, это нормально. Особенно в нестабильной ситуации. А вот про нестабильную ситуацию, если говорить, вы даете ипотеку только под первичку, только под вторичку, неважно под что. И под первичку, под вторичку. А как анализируется, если, например, первичка, вы с кем-то работаете, с какими-то девелоперами, которые что-то строят проверенными? Смотрите, Катя, если мы даем ипотеку на первичку, у нас кредитный риск появляется второй. На девелоперах, посвенный, что он не достроит, абсолютно верно. Мы берем застройщика, быстренько его анализируем. Обычно этот процесс называется аккредитация застройщика. Если мы понимаем, что компания правильная, что она работает в соответствии с законодательством, имеется в виду преусловутые 214 ФЗ и так далее и тому подобное, значит, риск недостроя снижается, он не обнуляется, потому что он всегда есть, он просто становится разумно низким. Но это все-таки выражается в каком-то дополнительном проценте для заемщика или нет? Нет, нет, не выражается. И анализируется это так же быстро, как, собственно, игры? Нет, медленно. Медленно. Это юрлицо, надо посмотреть, надо объекты глянуть, документы проверить. Физлицо по ипотеке, как заемщик, квалифицируется у нас два рабочих дня максимум. Вместе с квартирой, если это вторичный рынок. И неважно, вот эта степень удаленности офиса, неважно, потому что работает хорошо у вас каналы связи и все это допустим. Абсолютно верно. Это тоже кусок дистанционных технологий, только в быкове. Хорошо, смотрите, 30 секунд уже осталось. Что бы вы хотели, вот самое последнее пожелание какое-нибудь или совет, или что-то еще? Берите ипотеку, что еще могу сказать? Смело, смело. Смело, потому что она в России экономически целесообразна, что бы кто бы ни говорил. Вот и все. Именно по той причине, о которой я говорил в начале передачи. Спасибо. К сожалению, время подошло к концу. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Бизнес и банки». В гостях у нас был Игорь Ситников, а вели программу Василий Богданов и Екатерина Волкова. До свидания. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова